В этом выпуске поучаствует Серёга, это его мотоцикл Spark на 125 кубов Пацаны, девчонки, я это не смогу, вы говорите поэтому Ни хрена себе, менты поехали Мне уже смешно, я не могу, ты даже сам меня направляешь, я всё разрываю По стоимости Зеркала 100 гривен Полиция, мусора, не знаю кто Ну, я буду убегать, макет брошу сейчас и побегу Честно, немного другие ощущения, чем от Альфы Едем, едем, едем в соседнее село Нормально, за 9 тысяч пробега, дулит она посерьёзно Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ну а с вами был Даник, Серёга, увидимся уже в следующем видео Всем здраво, пацаны, девчонки, с вами Даник И сейчас я жду того человека, с которым сейчас поедем записывать видос Обзор на Spark 125 кубов Сейчас позвоню этому человеку Уточню, что, как, когда и где мы встретимся, чтобы записать видосик Ну а перед началом видео обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал, делитесь видео с другом Пишите комментарии, но мы немедлим И переходим уже к самому видосу Всем здраво, пацаны, девчонки, с вами Даник Наконец-то вы дождались нового выпуска обзора на мотоцикл Нового выпуска, нового В этом выпуске поучаствует Серёга Это его мотоцикл Spark на 125 кубов Серёга расскажет, что происходило с этим мотоциклом Ну а я уже расскажу всю информацию, которую я нашёл в интернете про этот мотоцикл Да и, в общем-то, давайте не будем медлить И переходим уже к просмотру данного видоса Тип двигателя Вертикальный, карбюраторный, одноцилиндровый, четырёхтактный Сюда заливается 92-й или 95-й бензин Система охлаждения воздушная Рабочий объём двигателя 120 кубических сантиметров Заводится он как с электростартера, так и с кикстартера Пацаны, девчонки, это не смогу выговорить, поэтому Тип масла, полусинтетическое Моторное масло класса SG или SF или выше Для четырёхтактных мотоциклетных двигателей Здесь находится механическая четырёхступенчатая коробка передач Привод заднего моста цепной Рама здесь имеет трубчатый каркас Подвеска переднего колеса состоит из телескопической вилки Подвеска уже заднего колеса из N-образного маятника В этом мотоцикле что передние, что задние тормоза барабанные Также минимальный дорожный просвет составляет 135 мм Тип мотоцикла двухместный, дорожный, разгоняется до 85 км в час Spark имеет аккумулятор мощностью 12 Вт Также сцепление механическое, многодисковое в масляной ванне Чредний расход бензина у этого мотоцикла на 100 км Это 2 литра и 100 грамм на 100 км Объём топливного бака у него такой же самый, как у меня, на 9 литров Грузоподъёмность у него 150 кг Ну а сам этот красавчик весит уже 85 кг Spark имеет длину 1900 мм Также ширину 760 мм И высоту 1100 мм Ну что же, пацаны, девчонки Это вся информация, которую я смог надыбать в интернете Поэтому сейчас Серёга расскажет, сколько он на самом деле разгоняется Сколько он разгонялся И расскажет, какие ситуации происходили с этим мотоциклом у него на дороге Ну, в общем-то, тут ездят машины У нас не совсем получается нормально записать видос Но ничего У нас-то получится Кстати, моя ласточка уже тут стоит Сейчас меня не будет слышать, потому что едет машина Ни хрена себе, менты поехали Да, у них погоны на этих Е-мое Я не знаю Я только что капец удивился, менты Пацаны, ставьте лайки, чтобы мы не убегали Не уезжали от ментов Потому что это будет капец Что уже рассказывать надо Мне уже смешно Я не могу Ты только камеру на меня направляешь Меня всё разрывает Ладно, я же про мопед буду рассказывать Снимай Ехал мотоцикл новый Ехал он 110 Больше не разгонял на нём Сейчас После 3000 пробега 85 больше он едет Троём, двоём сам Скорость у него одна 85, не больше Поставил на него прикуриватель Заказал в интернете Прикуриватель, зарядка 500 гривен стоит Расскажи, пожалуйста, про зеркала Где ты их заказывал И сколько они тебе обошлись По стоимости Зеркала 100 гривен Мне очень стало интересно Сколько стоят твои зеркала Расскажи, пожалуйста За сколько ты их покупал И вообще Почему ты решил их поменять Зеркала я заказывал в интернете 290 гривен стоит Просто у меня разбилось зеркало Но пришлось менять как бы два Поэтому заказал новые Почему ты выбрал именно такие зеркала Именно вот с такой рукой Не знаю Понравились мне просто Рукой скелета На самом деле, что попало Они маленькие На них плохо видно То есть лучше уже заказывать стандартные Какие были По размеру больше Ну да, тут я уже согласен Расскажи, пожалуйста Зачем ты покупал себе этот кофр? И где твой, который был раньше? Старый стандартный кофр поломался Лопнуло дно Потому что мы ездили по трое человек Один сидел постоянно здесь Наверху Ну отломалось дно Он уже не держится Заказал новый И сколько по стоимости вышло? 600 с чем-то гривен он стоит Такое качество Вообще ни о чем Постоянно едешь Оно телепается Гремит сзади Несерьезная штука А ну-ка покажи Что же ты возишь там Стандартный был Потише Вот такая Что-то тут В нем вообще Проводов куча Ну Неинтересного Так вот Так, ну я здесь вижу Изоленту Изолента всегда может помочь Здесь есть также насос Отверточка маленькая Гривня Это то, что зарабатываю с ютуба Здесь есть также Плоскогубцы Ну тут в общем-то много копеек валяется И что это за журнал у тебя? Документ Документ Окей, хорошо, понял Ну Кстати Что еще хотел я узнать у тебя? Как ты Вот это вот Сделал Со своим С парком Как ты вот это вот сделал? Вот Вот это вот Как ты это сделал? Короче Это серьезная ситуация Боковая подножка Зарешала Все Забыл закрыть боковую подножку И трогался Получается Я разворачивался И повернул налево Подножка ударилась об асфальт И меня получается На правую сторону кинуло Ну я тогда не сам был Страдали мы вдвоем Больно было Ну скорость небольшая была Я просто разворачивался И вот так вот получилось А что они встали? Они встали и стоят Вот Такая ситуация у нас произошла Сейчас будем уходить от погони За нами стоит сейчас Полная машина Ментов Полиция Мусора Не знаю кто это Ну Я буду убегать Макет брошу сейчас И побегу Я не знаю Да тебе повезло У тебя хоть номеров нету У меня номера есть Наконец-то они уезжают уже Сейчас уже сможем Спокойно записывать обзор Главный вопрос За какую стоимость Ты покупал этот мотоцикл И для каких целей Отдавал я за него Получается Не помню Или в 19-м Или в 20-м Ну у меня год Грубо говоря 17500 гривен Я за него отдавал Для каких целей Я его купил Просто хотелось Мотоцикл Мне нравится кататься Бензина он не так много Как бы Кушает Можно сказать Или как Правильно Поэтому Педали крутить Не надо Газы Да Я вот именно Потому же Купил себе Еще один вопрос Ты мне разрешишь На нем проехаться Да Давай Все Хорошо Пацаны Сейчас будет Шок-контент Я пересяду Со своей Альфы На Спарк Проедусь Засниму Это На видео Серега Тоже Меня запишет На видео На свой телефон Ну В общем-то Давайте сейчас Переключимся Уже будет Все от первого лица И я уже Поеду На Этой Ласточке Пацаны Девчонки Все Я уже сел За эту ласточку Сейчас проедусь В ту сторону И обратно Сейчас вы это увидите С Серегиного телефона И С моего От первого лица Кстати Я уже заказал Все нагрудный крепеж Поэтому Скоро ждите Новые видосы Новые покатушки Будет видно И спидометр И дорогу Ну что Все Как тут Это Назад Или вперед Вперед Ого У тебя руль Такой плавный Это все так само Как у тебя Не Он у тебя плавнее Чем у меня Так В общем У тебя же Сосцепление Да Да Ну что Ну что Бывай не была Главное не разбиться Честно Честно Так Четвертая Поехали Поехали Ладно Ладно Стараюсь У меня У тебя Более плавное У тебя Серьезно Ну прикольно Ощущение У тебя Газ Немножко Плавнее Не знаю Ну мне понравилось Прикольная штука Ну он такой Натягу Типа Мне понравилось Да Так Давай я туда еще поеду Давай Мне понравилось Серьезно Капец как понравилось Багажник хреново Что сзади Едешь Она тарахтить Неприятно Да я ехал Если не быстрее То она не сильно тарахтит Ну если да Так Ладно Соборимся Первая Третья Все Поехали Тут немножко по другому Оно все работает Не так как у меня Тут обороты Быстрее набираются Чем у меня Кстати Я только сейчас Заметил Сейчас кстати Заедем на то место Где я уже Снимал видос Вместе с Максимом Житковым Мы должны знать Это место Да и он там Не один раз Снимал видео Это Карьер Вот он Сейчас мы на него Заедем А хотя да Когда наезжаю на ямы Очень слышно Даже как Тарахтит сзади Этот Я забыл Как он называется В общем Вот он Наш карьер Сейчас мы до него Приедем Покажу его Но тут обороты Более легче Набираются Прикольно Все таки Эта штука Парк Я даже Не пожалел Что я Начал снимать Видео Вместе с Серегой Серега не такой же Разговорчивый Но все же Челик прикольный Думаю Вы это уже Смогли заметить Кстати Вот он карьер Выкопали здесь Немного В общем Сейчас разворачиваюсь Еду обратно И наверное Уже будем завершать Видос Едем 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 В соседнее село Как мы с Вова Ездили В соседнее село Чтобы записать видео Где он меня учит На мопеде ездить В общем Пацаны Это видео Обязательно Заслуживает Вашего лайка Оно не такое Уже длинное Но Все равно Видос получился Прикольным Я не пожалел Что Написал Сереге Все таки Видео должно было Войти две недели назад Но были кое-какие проблемы У Сереги И у меня И не получалось Это сделать Ну а сейчас Как вы можете заметить Получилось Возможно Даже покатушки Будем вместе делать Четвертую Врубаем И даем Лоску Главное Быстро не ехать Потому что У Сереги Тут кое-какая проблема С мотоциклом есть Щиток телепается Что-то он куда-то Наехал сильно Так Врубаем нейтральную По тормозам Ё-моё Не Ну это круто Это вообще Не те ощущения Что на Альфе Хочешь Можешь проехаться Нет У себя Прохватил Если хочешь Так Ладно А я забываю Что-то нету боковой подножки Уже нету Это тоже забывали Да я тоже Ногой постоянно Бьюсь У меня была такая фигня Я её снял Её можно музыку Классную сделать У меня старый кофр Я врезал вверх Три динамика Туда с колонок Короче Ну серьёзно Он такой прям тихий Вот прям вот Вот не Отличается У тебя сцепление Но у тебя идёт полностью Типа ты чё и газдаешь Вот даже вот так вот Еле-еле оттолкнул Она уже у тебя едет А у меня она под самый конец Она вот тут только начинает ехать Надо чуть сцепление поправить Ну в общем-то Сейчас Серёга Проходится на моей Альфе Вы увидите всё С его Глаз Посмотрите как он комментирует Будет ли он вообще комментировать Мне самому интересно Ну В общем-то Серёга сейчас прокатится Ну а далее будет уже Скорее всего Завершение видоса Ну или какая-нибудь Покатушка Если у меня хватит бензина Так Подножку Первым делом Добери катать Так Выехали Тестируем Тестируем Вот Не Ну скорость он набирает Да Он тулит Видно что за мотоциклом ухаживали Ну как бы Обкатку правильно проходили Видно что Если Порсневая нормальная За 9000 пробега Тулит она посерьёз Песок очень сильно Въезжаешь в песок Вообще Очень сильно Возит Боюсь упасть Как бы Был по-моему Мотоцикл Не так страшно было Я к своему Привык Как бы Ну понимаю Как Когда меня ведёт Или что-то А с этим Ай-яй-яй Чуть-чуть непривычно Непривычно Руль другой Состояние такое Не сильно Привычное Вот у нас Здесь такой Карьер Сейчас будем Разворачиваться Вот сильно Носят Не знаю Почему Так Вообще Непривычно Привык к своему Мотоциклу И к этому Как бы Это дело Привык Ты привыкнешь Мотоциклу И ты уже На нём ездишь Уверенно Всё А вот я езжу Ну Мне на самом деле Страшно Моя кидаюсь Я не знаю Ну и по такой дороге Ну Быстро Не поездим Тут Дорога песчаная Много песка Это карьер Так Вот Я езжаю И меня уже Начинают водить По траншеям Может занести Вот Еле в поворот Ходит То есть Вообще А на трассе На нём Можно Серьёзно Газовать Шули Дом Крем Ха-ха Прохватил В общем-то Аппарат хороший Да Серьёзная Техника Так Мне интересно Ты хоть что-то Комментировал На видео Или нет Что-то Рассказывал Не помню Ну Главное Что-то Комментировал Что Поедем куда-то Снимать Покатушку Для нового Видео Или Или нет Не знаю Можем Прокатиться Ну Всё Значит Поехали Всё Пацаны Девчонки Вот такой Получился На вас Видос Серёга С камерой На голове В общем-то Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Ну а с вами Был Даник Серёга Увидимся Уже В следующем Видео Можешь ехать Так Пацаны Девчонки Обязательно Лайк Костик За Такой Видосик Девчонки 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 Девчонки